Конечно, когда щеночек маленький, первые дни, все интересно, хочется снять каждый шаг, каждое движение, как она спит, как она ест, все хочется. А дела? Дела-то остаются. Вот мне надо пойти вино помешать. Иваныч сказал, чтобы я на выходные два раза помешал вино. Пойду, помешают и приду. Так, а где мой помощник? О, Марсюнчик. И у меня помощник верный. Марсюн, ну, поможешь мне вино мешать? Пойдем. Иваныч сказал, что два раза надо мешать. Сиди тут, смотри. Смотри, как я буду мешать. Валочку, а то мы там с Мирой все время занимаемся. За тебя забыли. Ну, не забыли, конечно. Марсюнчик, смотри, я тебе покажу, а потом ты сам будешь это делать. Видишь, вот так берешь, был бы у тебя хвостик, ты бы мог хвостиком и перемешивать. Ой, а запах какой идет, это свинище. О, сейчас. Марсюнчик, ты не дыши. Не дыши, Марсюнчик, а то... Ну, хотя ты, когда пьяненький, ты хороший, ты добренький, ты тогда ни на кого не кидаешься драться. Ты прям становишься такой благодушный. Иди зови, зови Жорика, где он там? Пусть понюхает. Ох, ты не повернешь. Ага, Марсюнчик, иди зови Жорик. Пусть понюхает тоже. Лирика, Лирик, иди быстрее. Вы же когда нанюхаетесь паров, такие добрые становитесь. О, винище. Верик. Не хочет такие. Ну, и не дадим тебе вина. Один Марсик будет у нас винцо пробовать. Да, Марсюнчик? Ну, вот, помешал я, выполнил наказ Иваныча. Иваныч, это наш самый лучший человек в Металлике. Он у нас по-всяким работа, по-всяким. И даже вино делать. Ну, он не в саду работает, он в Металлике работает. Но мы его приглашаем, потому что он жил в Молдавии 15 лет. И научился делать вино. И вот это все вот, вот это, вот это, вот это, еще там, в другом месте его произведения. Марсюнчик, а где этот лежебок, Лирик? Сколько можно лежать? Лирок. О. Вот, а я думал, тебе нет. Лирок, ну, сколько можно лежать? Выходи. Давай. Не-а. Не хочет. Не тебя, наверное, боится. А где Жорик? Пошли искать Жорика. Поразбежались все. Ой, вот стоит только мне немножко отвлечься. И сразу же команда куда-то рассосалась. А Жорик, знаете, где? У него же пост. Ну, пост не в том смысле, что он постится. А он на посту. Он же миру там пасет. Вот он, вот он. Вот он сидит возле дверей. Никуда не уходит. Там же подружка его. Мира. Сейчас посмотрим, где она, где она, наша Мира. А власть я пока не пускаю. Отходи. Не-не-нет. Тут у нас маленькие дети. Все, пока. Пока-пока. А где же она есть. Мира. Мира. Ты где? Вот она. А мы тебе ищем. Ну, что вы тут делаете? Думаем, где-то нашкодить. Мы уже тут нашкодили. Вон, я нашел эту собачку Марсикова. Или она нашла, по-моему, вытащила откуда-то из-за углов. Где ты там? Эй, Шкода. Шкода. Давай ее посадим в эту, в коляску. Да Маша вчера хотела. Их покатают. Ну, Шкода. Пойдем. Пойдем, там к тебе пришли, друзья. Ты ее где-то нашла. Пойдем. Возьми ее. Сноси туда. Она там зовут ее. А Мира выйдет. Марсик, Жорик. А мой номер. Ну да. А им-то надо. Пошел Марсик со мной вино помешал. Помог мне. А эти лежебоки. Лирик лежит. А Жорик на боевом посту. У него пост. Ну, пост не тот, который, когда не едят мясо. А пост, когда смотрят на маленьких собачек. Ну, пойдем. Покажем тогда. И я на секундочку. А ты что, хочешь на работу взять? Да. Такая работа. Вязать. Мне бы такую работу. Пошли. Пойдем. Ну, видишь, она тебя слушает. Она смотрит, что ее кормит. А, видишь как. Ну, и что мы остановились? Иди, иди, иди. Зови. Мирочка, иди сюда. Иди. Ну, где? Оденьте, смотрите. Открывай. Жора. Жорик. Сидел, сидел тут. Покинул боевой пост. Жора. Ой, у тебя кофе там сбегает. Жорик. Ну, это чудеса. Это вот за весь день он, а он, наверное, по писель побежал. Сейчас примчится. А его тут ждет, подруга пришла. Жора. А ты знаешь, чтобы он услышал, давай воротами пожужжим. Он тогда услышит? Да, вон они. Они сейчас на звук прибегают. Да, вон они стоят. Вот он появился один. Где Жорик? Маршунчик, почему он покинул пост боевой? Вот, к вам невеста пришла, подруга. Поздороваться с вами. Иди, зови Жорика. Где он есть? Жоржик. Ну, иди, к тебе, подруга пришла, а тебя нету. Она обиделась, говорит, ну ничего, значит, он меня не любит. Пришла, а он где-то бросил меня и ушел. Нашел другую, что ли? Герда, она уже старенькая. А Милочка молоденькая. Вот и дружите вместе. А как, три друга не назовешь, да? Два друга и подруга. О, как я придумал, а? Слышишь? Два друга и подпруга, хотел сказать. Еще, как говорят, два друга, одна штука и подпруга. А у меня два друга и подруга.